Всем привет! Сегодня мы будем собирать короб из гипсокартона, чтобы закрыть трубы на полу и экран для ванной. Обычный плоский экран с нишей для ног. И в этой же нише будет подсветка. А это наш проект. Здесь показана ванна. Небольшая часть сплошная идет сверху до низу до пола. От нее начинается ниша. На торцевой стене короб. На этой же стене навесная мебель в виде тумбы с встроенной раковиной. Понятно, что делать нишу для ног в глубину под нее смысла нет. Лучше в этом месте сделать люк для ревизии. Через этот люк будет доступ к сифону под ванной. Итак, начинаем разметку. Для начала определяем границы нашей конструкции. Потому что разметку мы делаем не для облицовки, а для профиля. Поэтому по краю ванны ставим отметку. Это внешняя плоскость плитки. Под нее берем внутрь 3 сантиметра до профиля. Это суммарная толщина облицовки плитка и гипсокартон. По этой отметке внутри проводим линию вертикальную. То же самое делаем с другой стороны ванной. По отметкам устанавливаем лазер. Это граница нашей конструкции. По лазеру отбиваем линии и получаем графическую разметку. На стенах и на полу. Это база и для профиля и для дальнейших измерений. Заодно делаем разметку на торцевой стене. Для маленького примыкающего короба. Разметку делать удобнее, когда у вас есть и обычные лазеры и оси построители. Готово. Все линии для профилей нарисованы. Причем, не обязательно это делать сплошными отбивками. Можно ставить и отдельные отметки. Вот они у нас в кружочках есть. Теперь начинаем сборку. Если определить очередность сборки, то можно сразу насверливать профиля везде, где только это возможно. Только перед сверлением не забудьте спросить у осведомленных людей, не находятся ли в полу или стенах какие-то коммуникации, чтобы их случайно не повредить. На данный момент мы закрепили профиля периметра справа, слева и сверху под краем ванны. Теперь будем потихоньку оформлять нишу для ног. Для начала соберем торец ниши с левой стороны. Каркас уже есть, обшиваем его гипсокартоном. А с правой стороны торцом ниши является сама стенка санузла. Теперь по этим торцам нужно сделать горизонтальную разметку. Обычно высота ниши зависит от раскладки плитки, поэтому высоту задают нам или дизайнеры или плиточники. Здесь тоже учитывается толщина облицовки. По новой разметке докручиваем профиля периметра. С левой стороны это вертикальный и горизонтальный профиль, а с правой стороны только горизонтальный, потому что вертикальный мы прикрутили ранее. Глубина ниши в верхней своей части и в нижней будет разное, потому что верх нам ограничивает корпус ванной, а низ мы вводим максимально глубоко. Теперь можно установить еще два профиля периметра. Один угловой поддонышко ванной и один на пол на стяжку. Верхний профиль просто вставляется в горизонтальный периметр и с каждого торца фиксируется на два самореза по металлу. Один сверху, другой снизу. Такое крепление торцов на два самореза не дает профилю вертеться на своем месте. Ну а нижнюю удэшку мы смело присверливаем дюбелями к стяжке, потому что в этом месте у нас нет никаких коммуникаций в полу. Устанавливаем внешний угловой профиль. В нашем случае это cd-шка, потому что на таких коротких расстояниях она очень хорошо держит нагрузку в поперечном направлении и не прогибается. Закручиваем ее тоже на два самореза снизу и сбоку. Получившуюся полочку обшиваем гипсокартоном снизу. Таким образом у нас появляется верхняя часть ниши. Сейчас я туда залезу камерой и покажу как это выглядит изнутри. Прикручивать конечно не очень удобно, приходится делать это лежа и никакой другой шуруповерт кроме компактного или с угловой насадкой сюда не влазит. По гипсокартону делаем разметку для задней стенки ниши и вкручиваем туда периметр из направляющих профилей. А вот так выглядит готовый каркас внутренней стенки ниши перед зашивкой гипсокартоном. Верхний направляющий профиль прикручен сквозь гипсокартон к металлу самой полочке. И конечно установлены две вертикальные перемычки, потому что у нас все собирается исключительно на каркасной системе и ничего не держится на самом гипсокартоне. В принципе здесь все готово, можно вкручивать заднюю стенку. И так, нишу для ног мы полностью закончили и валяться на полу нам больше не нужно. Кстати в этой нише есть еще и подсветка. Провод для нее мы потом выведем с левой стороны. Теперь нужно собрать основную часть экрана для ванной. Здесь пока еще пусто, но между верхним периметром и нижним мы поставим перемычки из cd-шек. Перемычки расположены шагом примерно 30 сантиметров. Сверху они вставляются в направляющий профиль, а снизу нам пришлось разогнуть край cd-шки. Каждый торец перемычки закреплен на два самореза. С левой стороны каркас тоже готов и больше никаких дополнительных профилей там не будет. Зашиваем гипсокартоном боковую сторону экрана для ванной. Длина здесь небольшая, поэтому лист один, без стыков. Еще раз пробежимся по кругу, посмотрим как это в общем выглядит в гипсокартонном виде. Провод для подсветки, наклонная ниша для ног и ровная передняя стенка. Отверстие с левой стороны для доступа к сифону мы вырезать не будем, потому что обычно оно подгоняется или под раскладку плитки, или под размер люка, который пока неизвестен. А нам осталось сделать только примыкающий короб на торцевой стене. Направляйки для периметра мы присверлили заранее. Устанавливаем угловой профиль внешний и с помощью перемычек скручиваем все в единый каркас. В данном случае вид углового профиля может быть любым. Это скорее зависит от наличия материала на объекте или от удобства работы. Готовый каркас обшиваем гипсокартоном с двух сторон. Итак, мы собрали маленький короб, который закрывает сливные трубы. Этот короб потом уходит под навесную мебель. И сделали экран для ванны. Экран простой формы, только имеет нишу длиннок с подсветкой. В принципе все это не очень сложно. Главное определиться с привязками и очередностью сборки. Ну на этом всем пока и спасибо за внимание.